На наши грехи Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания, чтобы, веруя в Него, мы получили прощение грехов. Как об этом говорится и в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную, а не верующие не увидят жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Как вас звать? Меня звать Лапкин Игнатий Тихонович, город Барнаул, 80 лет. Меня Денис. Очень приятно. Вы служите? Я служу вам сейчас. Вам лично. Отвечаю на ваши вопросы, которые касаются спасения бессмертной души. Как будет на суд Божий идти? Что мы тогда ответим Ему? Отвечать придется полна, я так думаю. Вы Библию считали когда-нибудь? Нет. Не считали. Видите, у вас совершенно нет никаких знаний об истинном смысле жизни человека. О Христе Иисусе. О Его жертве, о Его любви к роду человеческому. Самая радостная вещь та, что Иисус воскрес и нас призвал и прощает. Когда мы каемся и не возвращаемся на прежние злые дела. Ну так незнание-то не делает меня дураком? Незнание делает его хуже дурака. Дурак за себя не отвечает. А человек, который не знает путь Божий, он во тьме. И он творит, что попало. В Евангелии от Иоанна, 12 глава, 48 стих написано. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. В эти знания отсутствуют, кто не считал. Я, наверное, с вами немножечко, может быть, поспорю. А спорить не надо. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот истину возвещает и доверяет Богу. Ну нет, незнание-то меня не делает дураком. Вы же тоже когда-то его не знали. И что же вас дураком все называли? Хуже. Безумный полностью человек написано. Сказал безумие в сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добра, нет ни одного. Псалом 13. Вы в церкви служите сейчас, в данный момент? Что? Ну, вы в церкви служите. Да, и в церкви. Но я не священник. В церковь мы вчера ходили. Позавчера в храме были. Брат у меня священник. А я просто чтец, проповедник и миссионер. Несем слово Божие людям. Добрым делом занимаетесь. У нас очень хорошее отношение с мусульманами. Вот мы в миссионерской поездке были. В доме мулы ночевали. Ходили в мечеть. У них Библия есть, читают. Мы беседовали, все записали в интернете, выставили. Их не Коран? Да. И Коран есть. Вы прочитали Коран? Просчитал. Я на него книгу написал. 750 страниц книга у меня. Про Коран? Про Коран. Все суры и аяты разбираю в сравнении с Библией, с житиями святыми. Ну и что, отличие есть? Большое отличие? Да, большое. Главное отличие в том, что они Иса, пророком признают. Но не Сыном Божиим, не Богом. Не Богом человеком, который умер за грехи людей. Они говорят, он не умирал. Это от сатаны, что не умирал. Вся Библия говорит, умирал. Вот позавчера в день воскресения был, воскрес. А то дьявол говорит, буду говорить, что нету. И кто не будет исповедовать Христа, пришедшего в плоти, есть дух Антихриста. Это первое послание Иоанна, второе. Иса, вот главное, что. А что у вас умеют? Вот намаз совершают. Я говорю, сколько раз? Пять раз. Я говорю, а мы семь раз совершаем. Намаз и сто поклонов. Семь раз в день. Не считай утреннее и вечернее намазы. Вас же тихо называть, правильно? Повторите. Вас тихо называть, правильно? Вас называется какое-то слово непонятное. Вас тихо называть? Нет. Игнатий Тихон Ильич Лапкин. Я же вам сказал. Игнат, значит, правильно? Игнатий. Игнатий. Чтобы не обидеть, извините, пожалуйста. Вы в скайпе зарядите, Игнатий Лапкин. И там можем побеседовать. Я вам все материалы могу скинуть. В скайпе. Хорошо, будет время. Я обязательно заглянул. А вы выберите время. Время убого. Не хвались завтрашним днем, ибо не знаю, что он родит тебе. Я завтра, а завтра уже не будет. Сегодня это сделать надо. А вам я пожелаю крепкого здоровья. И вам желаю. Мне сколько лет? 28. А мне? 80. Точно. А откуда вы знаете? А я внимательно вас слушаю. А, вон как. Значит, вы на наших ресурсах бываете. Так как вас звать-то как говорите вас? Денис. Евгений? Денис. Денис? Дионисий. Дионисий. А, ну вот теперь знаю. Да благословит вас Господь. Вам крепко прекрасно здорово. Поможет благословить, да. В скайпе вы меня найдете. В скайпе Игнатий Лапкин. Я один такой. И только там. Хорошо. Маленько хоть напишите, что мы встречались в этом месте разврата с вами. Все хорошо. Всего вам доброго. С Богом. С Богом. Молодец. Молодец.